С выходом на пенсию жизнь только начинается, считают члены клуба любителей фотографий в кадре жизнь. В Ивановском центре социального обслуживания зимой прошлого года возникла идея открыть пенсионерам мир фотографий, научить их пользоваться современной техникой и обрабатывать полученные снимки в графических программах. С тех пор пятинедельные курсы прошли уже 28 человек. Те, кто желает посещать этот клуб, то они бегут в магазин, приобретают эту технику и на занятия уже приходят с техникой. То есть мы им помогаем и освоить ее, то есть подсказать им, как что подключить, как включить, выключить и так далее. Первые занятия посвящены АЗАМ фотографирования. Пенсионеры пользуются разными режимами съемки, учатся делать портреты, снимать движущиеся объекты и осваивают макросъемку. Затем работа в графических программах. Слушатели курсов обрабатывают фотографии по цвету и обрезают их. Последний шаг обучения – составление коллажей и презентаций в программе «Пауэрпоинт». Хочется, чтобы снимки были классные такие, квалифицированные, можно сказать. Ну и вообще по жизни хочется идти в ногу, чтобы не отставать от жизни. То, что пенсионеры – это не факт. Группы небольшие, всего шесть человек, чтобы опытный педагог мог поработать с пенсионерами индивидуально. Каждому нужен свой подход. Кому-то необходимо подольше объяснять, кому-то информацию надиктовывать под запись. Методики учителей Центра социального обслуживания пенсионеров полностью устраивают. Что-то объяснить молодежь не любит возрастному поколению. Они говорят, мы сами все это дохошли, что-то там сложного. А мы, так как мы уже возрастные, нам надо это все уложить в своих мозгах. Каждая группа по завершению курсов готовит выставку собственных работ. В этот раз тема «Иваново. Вчера и сегодня». Задача для фотографов – запечатлеть виды города по старым снимкам. С выходом на пенсию я решила ездить в туристические путешествия за границу. И мне это очень было интересно. И я пользовалась фотоаппаратом, но пользовалась на автомате, как придется. А мне хочется получить такие знания, чтобы фотографии получались хорошего качества, чтобы могла и фотоаппаратом пользоваться, и видеосъемками. Родственники, рассказывают слушатели курсов, просто в восторге от успехов своих мам и бабушек. Некоторым по завершению обучения даже пообещали подарить более современную технику, чтобы квалификацию повышать.